Предупредить, а не оштрафовать. Ежедневный мониторинг торговых сетей и заведений общепита на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил – необходимость современных реалий. Однако, ситуация в магазинах неоднозначная. В ходе рейда представителей Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий съемочной группой нашего телеканала были зафиксированы нарушения в мелких торговых точках. На правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Проследов в соседнюю крупную торговую сеть, проверяющую по дороге заметили небольшую мясную лавку. Пообщавшись с продавцом, также были обнаружены правонарушения. Я всего лишь продавец. Руководитель сказал, что сегодня кричило, что все будет исправлено. То есть вы планируете, что все эти мелкие нарушения будут исправлены? Конечно, конечно. Я думаю, что это не критично сделать разметку, повесить табличку и вернуть тетрадку на место. А вот непосредственно в самом магазине одной из крупных торговых сетей все в порядке. Директор магазина с уверенностью показывает инспекторам актуальную информацию журналов здоровья, термометрии, смены масок персонала, а также уборки помещений. Проблема пандемии общая для всех. Продавцы и покупатели обязаны в равной степени соблюдать меры индивидуальной защиты. Сейчас стали, кстати, покупатели уже более ответственны к этому относиться, уже меньше конфликтов стало наказаться. Видимо, люди уже это осознали, что это действительно проблема, это не просто так, это ниоткуда не взялось. И люди стали более дисциплинированы. Если раньше люди возмущались, сейчас практически прям очень единичный случай, когда люди не хотят принципиально одевать смазку. В данной торговой сети руководство решило отказаться от корзин наполнения, оставив только продуктовые тележки. Такое решение хочешь не хочешь, а сохранить дистанцию между покупателями, особенно на кассе. Вне зависимости от площади и собственности торговой точки, будь то лавка или большой магазин, у всех должны соблюдаться правила нахождения в торговых объектах, пользования СИЗами, соблюдение социальной дистанции, разведение потоков покупателей. С заботой о пожилых гражданах выделены приоритетные часы для покупок с 8 до 10 часов утра. Здесь мы осмотрели два магазина, Победа магазин, то есть нарушения у него не выявили. И вот сейчас небольшая точка, плюсики колбасы, но вот сейчас здесь нарушения как бы есть. И инспектор интервенарной службы оформляет соответствующие документы. В целом, в сфере агропромышленного комплекса ситуация с продуктовыми товарами штатная. Фактов дефицита продуктов, повышения спроса на определенные категории товаров и необоснованного увеличения цен не выявлено.